классная огнище вот бы такую купить и прям по объектам с ней ходить так здорово и обычный поэфферил ладно погнали всем привет находимся на объекте коминтерна 10 у нас здесь двухэтажная квартира мы сейчас находимся на втором этаже то что он практически готов опять мы залетели в на этапе скажем так недоделок вот но к сожалению просто по времени не складываемся поэтому надеюсь парни нам все пришлют в конце вот а небольшая экскурсия и погнали дальше значит мы находимся в помещении из-за которого мы притормозились на день то что мы обосрались вот так все мы обосрались пусть будет так здесь стоит профиль шток значит гипсокартоновая конструкция собиралась до натяжных вот и соответственно чтобы все это красиво выглядело симпатево заказчика решил сюда до установить шток вот и мы этом стоки обделались почему потому что довольно такая непростая геометрия ну как точнее как она простая геометрия просто вот реально ну техническая ошибка провтыкали не сделали диагональ закосили видите просто не те сладкие со штоком шутки плохие ты либо делай его сразу ровно либо ты охренеешь ну естественно просто перезаказали поскольку шток делается не как обычное полотно там в течение 30 минут пришлось нам на два дня объект подморозить сейчас нам все уже сделали и завтра пацаны сюда приезжают и все вот это вот вам доделывают и будет пушечно уважаемые заказчики никогда не собирайте вот такие гипсокартоновые клювы какие бы они у вас не были симпатичны как бы вам их не хотелось до того как не установили натяжной потолок потому что потом подлезть туда руками просто невозможно то есть даже если мы это делали просто обычными шпателями это очень сложная задача это очень ювелирная задача если мы даже здесь сейчас посмотрим на заказчик был бы прежден за это мы сразу сказали мы за это либо не беремся либо имейте ввиду то что тонко нас будет подкрашивать потому что поставить шток такую конструкцию руками все сделать но я не знаю кем на рыбу чтобы ничего не запачкать не замарать и не коснуть ну грязь да но все же тем не менее поэтому будьте внимательны и делайте все в свое время у нас там сейчас идут малярные работы как раз установить этих гал-гал-гал-гал-тель плинтуса потолочные вот ребята устанавливают потолочные плинтуса не будем им мешать отвлекать вообще к ним туда лезть в принципе потолки у нас на втором этаже классические все конструктивы находятся на первом этаже там сейчас не затянута но мы сейчас туда спустимся и покажем ребятам не полезем мешать им не будем пойдемте вниз начну на первом этаже в лучших традициях архитектуры гостиная прихожая кухня все в одном классно вот конечно полотно будет со швом шов будет в этом месте вот но постарались подречитать таким образом чтобы шов попадал именно на вот этот брус этот брус здесь служит для того чтобы дальнейше на него повесить навесные двери то есть будут такие вот двери купе которые будут разграничивать прихожую я так понимаю прихожей вот этот горшок вот то что я конечно пока не очень вижу на и так предполагает то что это все-таки горшок с вот такой откатной дверью будет просто не плитка ничего нет ну как бы но очень интересно отсечку по лестнице сделали алюминиевым брусом все все элементы которые можно делать алюминиевым брусом делаем алюминиевым брусом сделано алюминиевым брусом flex of kim вот ну так вот по периметру парни все усилили поставили на уголке здесь специально попросили нас уже ну это процессе видите там до установлена деревянная рейка потому чтобы к ней могли закрепиться панелью который будет это дело закрывать ну то есть это хорошо это прям продумывать все походу параб здесь молодец здесь установлен двойной брус то есть два карниза два раздельных карниза тоже для чего это делать это в принципе прикольное решение чтобы карниза немножко развести чтобы штор от эта волна которая на шторах идет она не сбивалась потому что многие даже дизайнеры да я сталкивался когда ставим пока 5 чаще всего выбирают тройную именно пока 5 да то есть трехполосную чтобы вставить на первую и на третью полосу чтобы шторы раздвинуть максимально вот но здесь они решили ничего не выдумывать пока 5 просто заведомо сделали расширенные такие вот брусы и просто будут зацеплены два однополосных карниза в эту стену нельзя было крепиться здесь швеллер соответственно поставили ну что-то стреляли да вот но и чтобы не убивать пистолет остальное сделали на распорке на кухне за основное освещение будет пятерка световая линия в две полосы туда 17 3 лупить будет вообще как надо вот но опять же всегда рекомендую всегда устанавливайте подсветку саму кухню это очень круто практично у меня недавно сдохла лента я просто мучился пока не заменил этот блок там кстати вот еще да тоже интересно у нас здесь будут магнитные свгшные треки вон они лежат уже подключены парни их собрали они у нас будут находиться вот в этой зоне таким вот образом все это выглядит ну и соответственно все затягивается туда оставляется заглушка трофит перекрывает из готового здесь есть готовый такой вот санузел но нету лампочек они период только завтра поэтому ну ну чё я вам здесь покажу светильники мы заказывали вот эти вот стаканы предоставляли сюда на объект вот но что-то мы не ушли в комплектации то что они тут без лампочек завтра придет эти лампочки гу-10 вот такая вот еще одна спальня парни здесь только подвесили еще не установили то есть она просто висит на подвесах подвесили по уровню конструкцию завтра будут все это дело на уголки ставить 5 сантиметровая цветовая линия флексе который будет служить на освещением еще из интересного а здесь сделано такая вот ниша опять же алюминиевый брус да там все дела и в процессе монтажа нас попросили до установить вот такую вот рейку два сантиметра ездили в евро покупали строгую на рейку для того чтобы в дальнейшем то что мы видели наверху до установить вот эти вот потолочные плинтуса вот эти потолочные плинтуса вот таким вот образом до чтобы было куда упираться я не сильно силен в их технологии установки ребята попросили мне сделали в принципе в целом на этом все ждем готовое видео от парней и едем дальше а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok